И здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на новое видео по ОРЛ, и наконец-то я это видео начинаю в какой-то позитивной новости, потому что я, во-первых, наконец-то не развернулся, но, во-вторых, гонка получилась достаточно интересная, захватывающая и с неожиданным гонцом. Ну, а пока мы смотрим на круг мой в квалификации, который я запорол полностью, особенно во втором секторе, я там сразу где-то одну-две десятки и всё, на этом я потерял несколько позиций на стартовой решётке, мы потом это всё посмотрим при датах квалификации. Ну, а пока мы видим мой первый сектор, который был плюс-минус, кстати, нормальный, потом у нас будет второй сектор, который будет полностью запорот, ну и третий такой вот, ну, посерединке. Вот тут я больше всего проиграл, я не попал на апекс-поворот, а тут я точно проиграл одну десятку, ну и потом немного промахнулся вот-вот в этом повороте, который достаточно коварный. Тут надо было тормозить позже, сделать поздний апекс, больше резать поребрик, ну и выйти уже газ в пол на четвёртой-пятой передаче. Ну и тут надо по максимуму резать, что у меня, кстати, получилось. С маленьким сносом в конце чуть не потерял машину, едва не вредался я в стену, но всё-таки машину я поймал и продолжил свой круг. На этом я, конечно, проиграл достаточно много, но всё-таки улучшить я улучшил, правда, прям на очень мало. Третий сектор меня тут просто убивает, также ещё одна ошибка в третьем секторе, ещё одна ошибка, ну и мы получаем комбо из просто гениального круга, который получился кругом говна. Ладно, у нас, как бы, квала закончена, мой круг, у меня было ещё 8 минут, но все две попытки потом я срезал, да. И я буду стартовать из-за этого только седьмым, на поле у нас антинатор, в принципе, ничего удивительного. Потом я не буду вам показывать свой сетап, потому что, ну, сейчас бы сетап ещё показывать, когда почти все мои соперники из других лигций это будут смотреть, ну нафиг. Ну, короче, тактика софт-медиум, потому что у нас здесь пасмурная погода. Я рискнул приехать софт-медиум. Просто сливаем топливо и отправляемся на стартовую решётку, где у нас будет интересный старт, потому что мы где-то в середине пилотона, и, главное, не сломать крыло. Гассно-тагниток стартует Гран-при Австралии позади Челика, выкинуло, кстати, из гонки, он не смог стартовать, из-за этого у меня был достаточно хороший старт, и меня никто не тревожил. Но Пэдди на медиуме почему-то слишком хорошо разогнался, кстати, ещё один Чели, у которого почти случился разворот, он потерял позицию ко мне. Пытался, конечно, поменьше траекторию её вернуть, но я ему не дал этого сделать, просто ехал по центру трассы и не давал ему проехать. Впереди там боков аквают Ворстаппин с кем-то, не разгляжу с кем. Ну и мы продолжаем наш первый круг, где я начинаю пролетать по вороты. Меня пытается атаковать ведущая Тророса, Крюсикс. Ну, зачем он тут атаковал, мы просто потеряли достаточно много времени, а у меня он так и не прошёл. Ну и его уже начинает прессовать Пэдди на медиуме, который, скорее всего, поедет в медиум софт. Ну, это пасмурный комплект должен перегреваться не так сильно, а значит, проехать в софт-медиум вполне можно. А борьба бок о бок в связке 11-12-го порота, это было прям мега красиво. Я смотрел, думал, что сейчас они вдвоём уберутся, но этого не случилось, они просто идеально это проехали. И Ворстаппин ещё так красиво перекрестил, это было прям вах-конфетка. Ну и под конец первого круга у нас появляется виртуальная машина безопасности. И подведущий Крюсикс решает заехать в Пит и одеть себе Хард до финиша. Не знаю, конечно, Хард дотянет, но у него будет такой себе темп. Да, он из-за этого сейчас что-то, да, сэкономил, но у нас софты пока что ещё работают круга до пятого-шестого. Ну и на третьем круге МДС, конечно же, к сожалению, убивается, это минус один соперник. Сломал он себе крыло, едва сам не разбился. Ну и дальше мы переносимся на шестой круг, где у меня начинает подыхать софт. И я выпал далеко уже из зоны ДРС от Ворстаппина. И я решаю, что надо пропустить позади идущего Пэдди, который уже на медиуме, а медиум у него уже работает намного лучше, чем мой софт. И он, скорее всего, меня должен подтянуть к Ворстаппину, и мы так и будем ехать до моего Пита. Ну и на девятом круге Пэдди, как и ожидалось, будет атаковать Ворстаппина, и у него случается инсульт разворота, и прям, да, он снова ломает себе крыло. Сильно, конечно, много времени не теряет, ну, наверное, потерял несколько секунд, но, как бы, всё, он на этом же круге с нами заезжает, он обувает хард, потому что медиум он обуть не может. Я заезжаю на девятом круге, медиум с этого круга спокойно доезжает до конца, 61% износа, ну и, в принципе, всё должно быть хорошо на медиуме, он не должен так сильно изнашиваться. Когда я перешёл на медиум, я удивился, когда увидел то, что Ворстаппин переходит на хард, то есть, медиум тут спокойно живёт 20 кругов, а он переходит на хард, я прям удивился. Хорошо, что я выезжаю прям перед носом своего напарника, который сделал андеркат на один круг, и всё случилось очень-очень хорошо, он на харде, я на медиуме, у меня темп будет лучше. Да, возможно, в конце у них хард будет немного получше, но сейчас я за счёт медиума отыграю гораздо больше. Продолжается у нас волна пидстопов, заезжают все, кто только можно, и все переходят на медиум, либо хард. Ну и на двенадцатом круге я прохожу Ворстаппина и выхожу на пятую строчку, в принципе, достаточно легко, в первом повороте ещё и ДРС-ку на второй зоне я забрал. И поехал уже за Клютиксом, который заезжал на первом круге под виртуальным сэфтикаром. Ну и на четырнадцатом круге я его легко догнал. Я его догнал, на самом деле, на тринадцатом круге он меня вот тут вот застопил, и мне пришлось ещё один круг за ним тошнить. Ну а тут я его наконец-то прошёл и поехал дальше, собственно говоря, на четвёртой позиции, но до Скрипи было прям очень далеко, его было догнать практически невозможно. Он держался в зоне ДРС от ещё одного впередущего Мерседеса, и я без ДРС-ки ничего даже на своём медиуме сделать не смог. Дальше у нас виртуальная машина безопасности, я на пит решил не ехать, потому что смысла нет, но на двадцатом первом круге появляется реальная машина безопасности, которая кардинально меняет гонку. То есть у нас все впереди идущие заезжают на пит-стоп, я в том числе, мы переходим на софты, и у нас сейчас будет ход спринт из шести, семи, а то и пяти кругов на софте. Заезжают абсолютно все, переходят на софт, потому что, ну, нет смысла оставаться на старом своём комплекте, потому что сейфти-кар, все дела, ничего мы не потеряем. Ну и я, собственно говоря, вернулся на своей же четвёртой позиции. И, в принципе, мы катались под сейфти-каром достаточно долго, на моё удивление, мы катались до двадцать пятого круга, то есть в конце двадцать четвёртого круга у нас был рестарт, хотя я думал, что мы уже в конце двадцать третьего круга поедем друг с другом бодаться. Ну а так у нас будет только ещё свежее софт, и это будет ещё интересней. Рестарт, я его провёл достаточно хорошо, во-первых, потому что позади меня Айсман на медиуме, да и вношенном медиуме. И вы видите, как сразу он начинает отваливаться и воевать с подъедущими, и мы этим пользуемся, и наша четвёртка отъезжает от него. Так мы ехали до двадцать шестого круга, когда появилась виртуальная машина безопасности, и осталось уже целых двенадцать пилотов на трассе. Прям гениально. Ну а потом я спросил на двадцать девятом круге, сколько штрафов у впереди и позади идущего, и ответ просто убил. У Скрипи было пятнадцать секунд штрафа. Я с маленькой надеждой думал, что может у двух лидеров будет там шесть-девять секунд штрафа, а я-то еду без штрафов, только с одним предупреждением. И когда я вышел на финальную, вот, на финальный метр дистанции и увидел результат, и я побежал радоваться. Потому что, да, у впереди идущих было достаточно много штрафов, и благодаря этому я выигрываю гонку в ОРЛ. Первая победа в ОРЛ это покруче, чем победа в АОРФ-3. Примерно так же, как и победить в Формуле-0. И у меня сразу же поднимается настроение после моих трёх разворотов. И это прям для меня реально достаточно сильная победа в моральном плане. Не столько, что я зарабатываю много очков, просто у меня резко моё настроение не такое, что типа «Ой, опять сейчас развернуть, всё, все дела». Теперь я настроен только на победу, и всё должно сложиться хорошо в Формуле-0. К сожалению, у меня инсульт сетевого кабеля случился прямо перед подиумом, поэтому пришлось искать чужие записи. И да, я забыл отключить вот эти вот все штуки, типа «Сборная фанатек», «Топ-донатеров» и «Мойте руки». То есть, их не должно было быть, это стрим другого человека, который, вы видите, доехал в 12-м. Ну а вы можете разглядеть, сколько у кого штрафов, и на этом я могу заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр, можете поздравить меня с победой, я не против. Лучшая поддержка – это подписка и лайк на ролик. Ну и, в принципе, всё. С вами был Андрюха Рейс, всем удачи, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!